Начинаются с вешалки, а скорая помощь в диспетчерке. Земфира Цуроева работает диспетчером не первый год. Должность ответственная. Именно она принимает звонки от населения. Каждый запрос требует пристального внимания. Самое главное в работе, считает Земфира, это скорость. Ведь иногда от реакции диспетчера зависит исход госпитализации. Нынешний период один из самых сложных на ее памяти. Сейчас последний месяц-два, конечно, вызовов очень много. Прежде чем принять вызов и отправить бригаду, мы должны получить полную информацию о вызове. То есть должны получить точные ответы на пять вопросов. Конечно, наши больные нервничают, обижаются, психуют, но бригада должна знать полную информацию насчет больного, куда они едут. В случае, если у нас вызов, конечно, с температурящим больному, особенно если температура несколько дней, особенно если больные не обследованы, если обследованы подтвержденные пневмонии и так далее, разные плюсы, минусы, мы предупреждаем бригаду, чтобы они были в полной экипировке. То есть они должны одеть противочумные костюмы и все, что к нему прилагается. Бригада получает карту и выезжает на вызов. Вызов принят. Команда, не теряя ни минуты, снаряжается и направляется на стоянку. Быстрый разворот и скорая уже в пути. На этот раз на подготовку ушло всего три минуты. К слову, в распоряжении Сунжинской станции скорой помощи несколько автомобилей, которые отвечают всем требованиям и оборудованы всем необходимым для госпитализации и оказания первой помощи больному. Тут, начиная от трудовой деятельности до реанимуляции больного. Тут и даже, можно сказать, самая наша гордость – это кварцевание. ИВЛ-аппараты. Они прямо вот, каждая машина, и вот это завтра шприц. У больного при госпитализации вы здесь что-нибудь проводите или вы доставляете? Конечно, мы всех больных, вот с подозрением, вот стоит ИВЛ-аппарат. Отключаем мы, вот открывается кислород. У нас все машины снабжены кислородом. Со всем, чем надо, подключаем кислород. И вот через кислород больного везем уже, доставляем в необходимые больницы. Работа доведена почти до автоматизма. Особенно в эти дни, когда вызовов стало на порядок больше. Период пандемии – один из самых сложных именно для врачей скорой помощи. Ведь с распространением заболеваемости нагрузка на медработников увеличивается в несколько раз. При наличии заболевания отказ от госпитализации. При тяжелых ситуациях, когда уже нет возможности дома лечить. Ну, это все решимые проблемы в плане того, что просто нужно тратить больше времени с пациентами. Длительность самого вызова, она увеличивается. Конечно, это накладно для скорой, потому что вызовов больше на сегодняшний день. Время затрачивается на каждый вызов гораздо больше. Даже в свой профессиональный праздник работники скорой помощи на посту. Вот они, настоящие герои, которые спасают жизни каждый день. Идрис Ижиев, Асхабила Киев, Новости 24.